Так, ну что, ребят, всем привет! В общем, обзор рынка криптовалют, соответственно, сейчас я буду обозревать монеты, что вы мне писали в комментах, ну и, в принципе, биток у нас продолжает дальше расти, давайте вкратце ситуация на рынке и потом перейдем к вашим вопросам. В общем, у нас вышел он с вот этого сужающегося клина, да, так называемого, там, тайугольника, неважно, в общем, не суть, как это все называется, потому что это все неважно, рост у нас в любом случае будет и был бы. Опять же таки, может ли это быть отскока, потом обманка и сходим на тридцатку, все может быть, но я сильно в этом сомневаюсь, с каждым днем все меньше и меньше у меня веры в это, что мы сходим там ниже тридцатки, тем более, вот, поэтому те, кто там ждут дно по 20, 25, там, 15, мне некоторые там в комментах до сих пор говорят, что, типа, Саня, ты еще увидишь, еще будет падение, ну, если мы сходим на 35, на 30, окей, без проблем, я еще раз докуплюсь какие, ну, то есть, особенно по альтам и по тому же битку, эферу, если дадут, опять же таки, эти отметки. Вот, и если опустят ниже тот же эффект, там, BNB, то же самое, ну, то есть, но я сомневаюсь очень сильно, что данные отметки дадут и может уже и начался этот рост, пока никто его не ожидал. Все ждали что? Падение, а у нас пошел наоборот рост. В принципе, моя теория пока отыгрывает, опять же таки, я не говорю, что это истина в последней инстанции, 100% так будет, но, по крайней мере, пока что все отрабатывает. И я просто предположил, что крупный капитал может повторить историю и, как говорил один из великих там инвесторов или трейдеров, я уже не помню точно кто, что история повторяется. И это относилось к фондовому рынку, ну, на криптовалюте графики те же самые, свечки или там бары, неважно, те же самые и, соответственно, такие дела. Соответственно, по доминации на текущем этапе, доминация у нас вниз падает, соответственно, альты у нас начинают отрастать, мне там писали, что вот, тета не растет там и так далее. Ну, тета вот подросла за вот эти дни, там может быть не шибко много, но тоже отскок на те же там 20% был и рост еще будет. Ну, опять же таки, не хотите, не закупайтесь, фиксируйте минусы и уходите. Я ж никого не обязываю. Ну, давайте перейдем к вопросам теперь. Так, ну шо, соответственно, по поводу ежедневных обзоров рынка, ну, в принципе, делаю. Вот, Атом, Кейк, Элис, XRP, ну, в принципе, я уже отвечал. Атом, сейчас лезть, не вижу смысла, если холодите, можно холодить дальше. Кейк на текущем этапе, давайте глянем по Кейку, что у нас здесь. Ну, по Кейку рост продолжается, в принципе, я говорил, что и рекомендовал вот здесь как раз 16 марта закупать в закрытом клубе его в том числе. Вот, кто хотел, можно было откупить дно, я считаю, что это было одно для Кейка. Опять же таки, многие могут чесать, что типа, якобы дно еще впереди. И, окей, посмотрим, глянем через полгода, через год, кто по итогу заработает. Не насрать абсолютно, буду я прав, не буду я прав, это не самое главное. Кто там из нас будет прав, я никому ничего доказывать не собираюсь. Вот, поэтому самое главное, кто по итогу заработает на этом всем, на альцезоне и так далее. И вовремя выйдет из монет, потому что большинство, скорее всего, не выйдет. И я не говорю обязательно из вас, а вот именно по рынку. Вот, то есть те, кто находятся, те, кто слушает других блогеров, псевдоэкспертов, которые говорят, что вот якобы, соответственно, мы там пойдем еще ниже, ниже тридцатки там и так далее. Может ли быть такое? Да, может быть и 100% никто не знает. Но я считаю, что этого, скорее всего, не будет. А если и будет, то с квизом и это не закрепление, это просто мы свозили, получается, и все, и выкупили, и загнали цену опять за уровень. Вот и все, как это, допустим, было у нас вот здесь, вот, да, то есть мы сходили немного вниз, ну, к примеру, вот это 30 тысяч. Сходили мы там здесь на 27-28, тут поболтались, все уже веру потеряли, и потом мы поперли наверх. Вот и все, вот это максимум, что может быть. Вот, поэтому такие дела. По поводу остальных вопросов, соответственно, я надеюсь, обзоры заходят, и, соответственно, поддерживайте лайком, комментом, чтобы продвигать данные видосы, чтобы наконец-то уже люди, скажем так, проснулись, да, от этого бреда, который несут остальные блогеры, большинство из них, что якобы там медвежка, еще там что-то, и медвежка якобы у нас идет, соответственно, с этого, чуть ли не с весны 21-го года, когда у нас был лютый альцезон, рынок был на пиках, да, вот, ну, и потом вторые пики у нас были осенью, да, когда у нас биток достиг 69 тысяч долларов, ну, окей, как бы медвежка так медвежка, без проблем, я что буду спорить, что ли, вот. Поэтому дальше давайте по поводу, соответственно, можешь разобрать монету пик, ну, давайте монету пик, посмотрим, что там по монете пик, ну, опять же таки, она давала уже иксы, стоит ли сейчас закупаться, может ли она дать еще иксы, я считаю, что может, но риски высокие, опять же таки, надо учитывать. Если выйдет за 15 долларов, в принципе, может улететь и на текущем этапе как раз она у своего уровня поддержки, но, опять же таки, максимум, что вы тут сможете взять, это, ну, 4Х, это в идеальных раскладах, но я думаю 2ТХ, но и то, учитывайте, что высокий риск по данной монете, ну, я бы сейчас бы уже не лез бы, но это мое мнение, опять же таки, как считаете, нужно, можете инвестировать, можете не инвестировать, я никого ни к чему не призываю, вот, поэтому тут уже дело каждого, но я в данную монету заходить не собираюсь. Вот, по поводу ОГН, KNC, поле, то есть, KNC, я давал точки выхода до этого, то есть, в том числе, я в Телеграме давал бесплатно, ну, кстати, вот сейчас тоже вы можете фиксануться, у вас есть возможность, опять же таки, может ли она пойти выше, может, но она и так уже подошла к своим уровням сопротивления, видно, что здесь происходит фиксация, скорее всего, в ближайшее время она пойдет вниз, поэтому, кто не фиксировался еще, кто ее закупал здесь на низах, у вас есть возможность еще по ней зафиксировать те же там, сколько, ну, от 50 до 2,5Х. По поводу ОГН, я держу данную монету, не буду говорить до каких целей, в целом, сейчас пошла коррекция, но, опять же таки, посмотрим, словят ее вот здесь, вот, у этого уровня поддержки, либо отпустят еще сюда ниже, ну, как бы, я держу данную монетку, ее закупал вот в этом вот диапазоне в накоплении, ну, посмотрим, поэтому, по поводу поле, ну, давай глянем, что-то поле монета, ну, по-моему, я слышал, да, вот, на Binance в том числе она есть, ну, поле, опять же таки, если есть более какая-то подробная история по ней, давай глянем, да, есть, сейчас она находится относительно на хаях, да, она там и в восемнадцатом году себя показала, может еще показать, может, но риски высоки, поэтому я бы лучше не лез бы, вот, по поводу, соответственно, Пер, я ответил, да, Пер, спасибо большое, где застрекать АИФ? АИФ, насколько я знаю, можно было стрекать у них на официальном сайте, сейчас, по-моему, вот, как, наверное, еще осенью, по-моему, эту возможность убрали, ну, те, кто в курсе, можете отписать в комментах, вот, поэтому на текущем этапе я без понятия, сейчас можно, либо нельзя, ну, посмотрим, то есть, я пока не знаю, я АИФ не стейкаю, я просто его холдю на своих кошельках и, как бы, жду роста до своих целей, я уже говорил, это 18-19 центов 5x от тех отметок, что я его закупал, вот, по поводу ОМ на текущий момент, я ее держу в долгосрок, то есть, я по ней начинал докупаться еще, по-моему, вот здесь, здесь, не помню, докупал или нет, но начал я ее закупать, короче, вот здесь, вот, по вот этим отметкам, то 22 цента и так далее, вот, сейчас я ее не докупал, но держу в долгосрок, то есть, жду теперь, пока она хотя бы в ноль выйдет, в идеале, вот, ну, то же самое, как и монета Мир, они, насколько я помню, в связке работают и на текущем этапе, пока она не вернулась к тем отметкам, где я ее закупал, я ее закупал вот здесь вот, и, соответственно, на текущем этапе жду, как минимум, чтобы она в ноль вышла, ну, а в идеале дошла до моих целей, вот, поэтому, если кто холдит, можно дальше держать и в идеале дождаться, чтобы они в ноль хотя бы выйдут, выйдут либо нет, это уже вопрос второй, да, ну, как бы ждем. По поводу лид и TRB, опять же-таки, лид я в том числе советовал, сейчас она поперла тоже, в том числе, в рост и в закрытом клубе, я ее советовал отскок на 20%, но я ее держу до более высоких целей, и на текущем этапе я, в принципе, ее держу и жду роста, поэтому, ну, сейчас закупаться такое себе, опять же-таки, надо это понимать, вот, что-то какой-то прикольный ролик высветил, надо будет глянуть. Так, по поводу монеты TRB, Теллай, в принципе, монета тоже долгосрочная, я считаю, вот, уровень поддержки, она, опять же-таки, пришла к тому же уровня поддержки, где она и была, вот, поэтому, кто хотел, можно было по ней закупиться, в принципе, можно ли это сделать сейчас, да, можно, но учитывайте, что, конечно, вы уже часть движения пропустили, но я, в том числе, ее в закрытом клубе советовал и советовал откупать дно, сейчас она отскочила на 20%, не сильно критично, опять же-таки, да, по сравнению с тем, что она может дать даже там 3Х, либо сюда опять вернуться, но, в целом, уже немного, скажем так, ну, в уходящий поезд вы начинаете заходить, вот, поэтому в долгосрок можно держать данную монету GLM, я уже, по-моему, отвечал голем, по-моему, насколько я помню, это монета, на хобби она торгуется, в том числе, ну, опять же-таки, у меня, по-моему, чуть-чуть этой монеты, то ли на 100, то ли на 100, да, то ли на 100, то ли на 100, то ли на 100, то ли на 200 долларов есть, опять же-таки, может ли она выйти с вот этого вот накопления, да, может, но, опять же-таки, на текущем этапе, я, в принципе, ожидаю еще, что она покажет и, ну, пока что смотрим и наблюдаем за ситуацией, ну, монета высокоисковая, я говорю сразу, поэтому на свободную сумму, если хотите побаловаться, но, не знаю, я, получше, не лез сейчас бы по ней, так, дальше, монеты LTO, LTO держу в долгосрок, Yuma тоже, я уже объяснял свои цели, жду минимум, там, 30-32 доллара, такого в долгосрок, ну, как бы, цель 10 долларов у меня минимум, если кому надо, вот, поэтому в долгосрок монеты можно эти холдить, ну, опять же-таки, я по Yuma ждал в среднем сроке роста, да, был небольшой там отскок на 2-2,5 максимум ТХ, насколько я помню, и потом после этого она, ну, давайте глянем, что я, блин, болтаю, вот, соответственно, вот здесь был у нас памп на те же там 2Х, сейчас она здесь болтается, ну, опять же-таки, я жду выход вот сюда, вот, и ситуация, в принципе, похожая была, как Prevalent, но график тут пошел немного не по тому сценарию, что я думал, но, в целом, все может быть, поэтому, посмотрим, я данную монету держу, не скидывал, вот, поэтому, дальше, что по поводу рынка сейчас, кстати, хотел еще сказать по поводу того, что скоро цены на закрытый клуб будут повышаться, минимум на 30%, поэтому успевайте, и, соответственно, сегодня у нас шо, сегодня у нас получается пятница, ну, и, соответственно, на следующей неделе, скорее всего, цена уже будет повышена, поэтому, кто хотел залететь, успевайте, если будете делиться, ну, будете заходить либо по повышенной стоимости, ну, либо вообще, ну, не сможете зайти, поэтому, такие дела, вот, поэтому, накупил себе Фила, как истинный хомяк, окей, в следующем обзоре Теллар ТРБ рассказал, Элис сказал, Кейк сказал, Сейчар, ну, Хромни, опять же-таки, она пошла в рост, насколько я помню, вот, поэтому, на текущем этапе, кто хотел, можно было ее здесь откупить, 40% уже дала, опять же-таки, кому достаточен профит, можете фиксироваться, но, я думаю, она, в принципе, себя еще покажет, тут, плюс-минус, она себя формировала, якобы, тут, нисходящий канал, да, и здесь плюс поджатие было, и на вот этих стопах она еще может прокатиться и сходить вот сюда, вот, наверх, поэтому, если кто держит данную монету, можно по ней, ну, в принципе, ее похолодить еще, но, опять же-таки, тут уже на вашу смотреть, Инджей, Инджей, я помню, что инвестировал в нее миллиардер Марк Юбан, опять же-таки, был ли это просто пиар, либо нет, я без понятия, но, я по ней, в том числе, не помню, закупался здесь, по-моему, и вот здесь, поэтому, данную монету я держу, но держу в долгосрок и жду выхода за 15, потом 20 долларов, вот, ну, опять же-таки, заходить сейчас, либо нет, ну, сейчас такая непонятная немного ситуация, поэтому, я пока наблюдаю за ней, вот, ну, если холдите, можно держать, по поводу Стеллар и Дода, ну, Стеллар на текущем этапе, опять же-таки, в долгосрок, я уже, в принципе, отвечал, сейчас стоит ли заходить, я бы не рисковал бы, потому что, в ближайшие дни может вот такая вот свеча образоваться и могут пролить по стопам, то есть, пример могу повести, ну, вот, как здесь, да, офигенный пример, вот, мы росли, сколько мы тут росли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, неделю, грубо говоря, и потом на скопа вот так пролили на 40% одной свечой, поэтому здесь может быть плюс-минус то же самое, я не думаю, что прям, может быть, прольют на те же там 30-40, но минимум там на 5-10% это точно, что она может дать, поэтому на текущем этапе, ну, опять же-таки, если вам похер, не хотите ждать коррекции отката, можете и сейчас, если вы в долгосрок берете, но в идеале надо было заходить вот здесь, когда я советовал в закрытом клубе в том числе, вот, поэтому в долгосрок холдю данную монету и, соответственно, жду по ней более высоких отметок, потому что альцезон еще впереди, вот, если гляну, давайте глянем на том же Bitfinex, так, это он и есть, ну, на Binance туда, давайте глянем, да, у нас были здесь хайдоллар, ну, а здесь мы достигали 80 центов, поэтому, я думаю, она себя еще покажет, вот, по поводу Dodo, Dodo, опять же-таки, тоже перспективная монета, если хотите, можно ее подобрать, но, опять же-таки, закупать либо нет, сейчас она показала уже рост в 20%, поэтому торопиться с покупками либо нет, ну, тут уже выбор каждого, поэтому, в целом, тоже немного у меня в портфеле ее имеется и, в целом, жду по ней дальнейшего роста, вот, поэтому по Доку, Док подробный разбор будет на канале, если на текущем этапе, опять же-таки, можно было ее откупить, в принципе, она, кстати, неудивительно пришла к тем же отметкам, где и была вот здесь, в принципе, совпадения не думаю, да, как говорится, поэтому на текущем этапе она уже отскочила на те же там, ну, опять же, 20%, как и все монеты, в целом, вот, стоит ли закупаться сейчас, ну, в целом, тоже по ней могут по стопам пролить вниз, об этом я говорил, поэтому учитывайте данный фактор, вот, как это, допустим, было вот здесь, там, либо вот здесь, когда мы росли, либо вот здесь, поэтому она такая неоднозначная и могут ее проливать там и на 50% за сутки, вот, поэтому в долгой срок я ее держу, я докупался вот этому вот накоплению и, соответственно, жду ее выше 12 центов, вот, по поводу BTT-C, в долгой срок ее держу, сейчас не докупаюсь, вот, если до этого, ну, я докупался, когда монета еще BitTorrent называлась, ну, она и сейчас BitTorrent, ну, сейчас ребрендинг там же произошел и т.д. DFX, не знаю, что за монета, ну, давай глянем, на Uniswap, сейчас дампится вниз, не, не лез бы, смысла нет, вот, инвестирует фонд Multicoin Capital, ну, они много куда инвестируют, это же не значит, что крупные фонды не ошибаются, поэтому отметки донные, по мне, интересный проект, ну, я бы не лез бы уже, мне кажется, там тоже дно и до свидания, вот, проект PRISM, что-то знакомое, но, опять же-таки, не помню, не, PRISM не находит что-то на этом, на TradingView, поэтому, скорее всего, проект какой-то высокоисковый, вот, в принципе, все, по поводу хейтеров сказал, по поводу рекомендаций сказал, на вопрос ответил, по рынку сказал, ну, в целом, всем спасибо за внимание, пишите ваши монеты, которые хотите, чтобы я рассмотрел в следующем обзоре рынка криптовалют, присоединяйтесь, закрытый клуб пока еще действует, ну, не скидка, да, старая цена, ну, грубо говоря, скидка, да, то есть, пока старая цена, считай, что скидка, вот, старая цена на закрытый клуб, потому что потом она будет, естественно, повышаться, вот, ну, и если кому интересно обучение, у меня для новичков оно тоже имеется, стоит оно абсолютно недорого, и, соответственно, пишите мне в личку, все, вам скину, весь прайс-лист там и так далее, все, всем удачи, всем пока, ждем профита, ну, и, соответственно, а те, кто ждут медвежки, могу пожелать лишь удачи. Удачи!